Ну что, давайте потихоньку продолжать. Мы продолжаем обсуждать всякие разные пределы функций. И в прошлый раз мы говорили о том, что бывают односторонние пределы функций в точке, а в этот раз поговорим про всякие другие. Значит, лекцию можно озаглавить как бесконечные пределы и пределы на бесконечности. Смотрите, давайте я начну с того, что сформулирую такую теорему. Помните, у нас, когда мы обсуждали последовательность, и помните, была такая теорема, что если последовательность сходится, то есть если она имеет предел, то она что? Что вы знаете про последовательность, которая имеет предел хорошего? Ограничено, да. Как минимум ограничено. И про функции можно сформулировать похожее утверждение, но не совсем такое. То есть, вот смотрите, если я знаю, что у меня функция имеет предел в какой-то точке. Значит, пусть функция f имеет предел при x, тремящемся x0. Вот хочется сказать какое-то утверждение про ограниченность этой функции. Но как вы думаете, какое? Можно ли сказать, что эта функция точно ограничена? Проблема в том, что утверждение про предел, оно говорит что-то про поведение функции вблизи точки x0. Но далеко от точки x0 функция может вести себя как угодно. Например, давайте представим себе, что у меня есть такая простая функция. Скажем, f от x равняется x квадрат. Допустим, я говорю, что у меня есть предел этой функции при x, стремящемся к единице. Он равняется единице, он существует. Но правда ли, что функция x квадрат ограничена? Ну, так сказать, она снизу-то ограничена, а сверху не очень. Поэтому в целом она не является ограниченной функцией. Если функция ограничена, то это означает, что ее модуль ограничен, но модуль x квадрата не ограничен. Поэтому существование предела не спасло функцию от того, чтобы быть неограниченной. Но все-таки какое-то утверждение про неограниченность мы можем сделать. Точнее, наоборот, про ограниченность. Но и знание того, что... Конкретно x квадрат, да. Ну, хорошо, давайте вместо x квадрата, чтобы вас не смущала ограниченность с одной стороны, давайте возьму x кубе. Ничего менять не придется. Предел такой же. Но вот про такую функцию, что можно сказать про ее ограниченность? Да, вот хочется что-то сказать на тему вблизи 1. Да, поменял, она не обновилась. Хочется что-то такое сказать про то, что она ограничена, но, может быть, не всюду, но, по крайней мере, вблизи той точки, вблизи которой есть предел. Там потому что она, по крайней мере, ограничена. Ну, что означает вблизи? Любые такие утверждения, что вблизи какой-то точки функция обладает какими-то свойствами, они переформулируются таким образом. Есть какая-то окрестность этой точки, или в данном случае проколотая окрестность этой точки, что на этой проколотой окрестности функция обладает каким-то свойствами. Итак, значит, теорема такая. Если f имеет предел при х, стремящемся к х0, то существует такая окрестность, то есть существует такая дельта. Ну, давайте я скажу, дельта какая-нибудь нулевая, большая нуля. Такая, что f ограничена на проколотой окрестности, на проколотой дельта-ноль окрестности точки х0. Я напомню, что означает этот значок. Вот у нас есть точка х0. Мы ее выкалываем. И рисуем дельта-окрестность, которую эту точку не содержит. Ну, давайте я уточню, что все это значит. Я напомню, что ограниченность означает, что найдется такая константа. Давайте c большое, что для всех иксов из вот этой самой нашей проколотой дельта-ноль окрестности точки х0 модуль f от х меньше, чем этот c большое. Вот. Такая теорема. Ну, давайте докажем. Значит, вот у меня есть какая-то функция. Я возьму точку х0. Вот здесь есть какой-то график у этой функции. Как-нибудь так на себе ведет. Что можно сказать про доказательства? Что нужно сделать? Давайте для начала напишем определение предела. Нам сказано, что функция имеет предел при х, стремящемся, как х0. Ну, давайте обозначим как-нибудь этот предел, допустим, буквой а. И скажем, что для всякого эпсилона большего нуля найдется такая дельта, а зависящая от эпсилона тоже больше нуля. Что для всех иксов из проколотой дельта-окрестности точки х0 модуль f от х минус а меньше эпсилона. Значит, вот у нас а где-то здесь должна быть, вот это должна быть эпсилон-окрестность. И где-то здесь снизу должна быть дельта-окрестность. И мы знаем, что все точки из этой дельты-окрестности должны попадать внутри этой эпсилон-окрестности. Вот. Как доказать ограниченность? Нужно предъявить c, а как его предъявить? Если мы про функцию, ничего не знаем, кроме того, что у нее предел есть. Нужно предъявить c и предъявить дельту-ноль. Значит, мы говорим, что существует такая дельта-ноль, существует такая c, что для всех иксов из соответствующей проколотой дельта-ноль-окрестности модуль f от х меньше c. Хорошо, да, c взять как а плюс эпсилон, хорошая идея. А эпсилон какой взять? Смотрите, опять же, вот это утверждение нам дано, нам сказано, что предел есть. И это означает, что эпсилон полностью в нашей власти. Какой хотим, такой и подставим. Какой возьмем? Любой. Да, давайте возьмем какой-нибудь конкретный, чтобы было проще рассуждать. То есть возьмем эпсилон, равный единице. Проколотая окрестность – это обычная окрестность. Вообще окрестностью некоторой точки называется любой открытый интервал, который не включает концы, который содержит данную точку. Мы в основном имеем дело с такими симметричными окрестностями, у которых, допустим, мы говорим, что рассмотрим эпсилон-окрестность. То есть окрестность от точки x0 вправо на эпсилон и влево на эпсилон. Если это полная окрестность, то она содержит точку x0. А если это проколотая окрестность, то она не содержит точку x0. Точка x0 выкидывается. Значит, возьмем эпсилон, равный единице. Получим какую-то дельту. Дельта от единицы. Хорошо. И что мы теперь будем делать со всем этим? Нам нужно предъявить дельту 0 и нам нужно предъявить c. Как выбрать дельту 0 и как выбрать c? Дельта 0 – это та окрестность, на которой наша функция будет ограничена. Значит, в качестве c кто-то предлагал взять а плюс эпсилон. То есть в данном случае а плюс 1. Но не сам а, потому что а может быть отрицательным. Модуль а, да. Ну хорошо, в качестве дельта 0 что взять? На какой окрестности все будет работать? Вот на этой же окрестности, дельта от единицы. Значит, теперь положим дельта 0, равное дельта от единицы. c, равное модулю а плюс единицы. Ну, мне нужно было как-то отличать. Просто вот эта дельта 0 – это то, что я должен предъявить. А вот эта дельта, она фигурирует вот здесь в определении предела. Мне нужно было как-то их отличать. Это как раз то, что нам нужно предъявить. Вот нам нужно доказать, что она существует. Вот. Ну, действительно, теперь смотрите. Значит, мы знаем, собственно говоря, по тому, что написано выше, мы знаем, что для всех иксов из проколотой окрестности точки x0, значит, теперь вот этой самой проколотой дельта 0 окрестности, выполняются условия модуль f от x минус a меньше единицы. Ну, а дальше нужно воспользоваться, как обычно, неравенством треугольника, сказать, что модуль f от x минус a не превосходит модуль f от x. Сейчас, не так, не в ту сторону, нервность треугольника пишу. Значит, нужно сказать вот что. Нужно сказать, что модуль f от x – это все равно, что расстояние от f от x до 0. Оно не превосходит сумму расстояния от f от x до a плюс расстояние от a до 0. Неравенство треугольника. Но первая слагаемость здесь ограничена единицей, вторая слагаемость равняется просто модуль a. Поэтому видно, что вся эта штука меньше, чем модуль a плюс 1, то есть наша c. То есть действительно все работает. Ну, а как-то хочется, вот нам хочется продвинуться. Для того, чтобы это c явно предъявить, как-то функцию ограничить. Ну, вот мы ее ограничиваем так, чтобы… Для того, чтобы ограничить, нам нужно выбрать какой-то эпсилон. Он не обязательно должен быть именно единицей, но проще всего строить рассуждение таким образом. Да, да, да. Ну, как, вот смотрите. Ну, в том числе и для единиц. Если для любых, то значит и для единицы тоже, верно. Вот, мы же этим фактом можем сейчас пользоваться. Он нам дан. Можем туда подставлять любой эпсилон, какой захотим. Захотели поставить единицу? Подставили единицу. Все заработало. Могли подставить двойку. Что угодно. Так, есть ли вопросы про доказательства? Значит, мы доказываем, что наша функция ограничена на некоторой проколотой окрестности точки x0. То есть мы говорим, что найдется такая проколотая окрестность точки x0 и найдется такое ограничение. Найдется вот какое-то ограничение c. Такое, что наша функция по модулю принимает значение не больше c на этой окрестности. Доказываем эту штуку. Мы так захотели. Нам нужно предъявить c. Имеем право выбрать его, как хотим. Вот захотели выбрать вот так. Нет, нам нужен модуль, потому что если a окажется отрицательным, то вот такое неравенство не будет иметь, если у нас здесь в правой части будет что-то отрицательное, вот такое неравенство не будет иметь шансов на то, чтобы быть верным. Поэтому модуль здесь важен. Ну и, собственно говоря, модуль берется из-за того, что мы неравенство треугольника здесь применяем. На самом деле это очень похоже на доказательство того же факта для последовательности. С последовательностью им даже было очень сложнее. Помните, мы там были вынуждены рассматривать начальный участок последовательности, выбирать какой-то максимум из первых элементов. Здесь этого делать не приходится. Ну почему? За счет чего? Ну за счет того, что про последовательности мы говорили, что они ограничены целиком. А здесь мы говорим только про какое-то локальное свойство, только про то, что функция ограничена в окрестности. Но зато доказательство казалось даже проще. Ну, задайте еще какой-нибудь вопрос. Ткните в первое непонятное место. Так, еще вопросы? Окей. Ну что, едем дальше. Как водится, надо привести какой-нибудь пример. Вот давайте приведем какой-нибудь пример функции, которая не является ограниченной в окрестности какой-нибудь точки. можете привести пример функции которая не ограничена в окрестностях в проколотой окрестности какой-нибудь точке гипербола да хороший пример значит f от x равняется единицы деленное на x не является ограниченной ни в какой ни в какой проколотой окрестности ну вот ровно того что я пишу эту функция которая не является ограничено ни в какой проколотой окрестности а почему она не является ограниченной шахасказ удах не является ограничить никакой проколотой окрестности точки 0 давайте посмотрим как она устроена вот смотрите у гипербола вот Вот такой вот график, я думаю, вы его видели. Кажется, я его уже рисовал. Во-первых, она определена в проколотой окрестности точки 0. То есть вот самой точки 0 она не определена, но в любой проколотой окрестности точки 0 она определена. Но при этом она не является там ограниченной, потому что если я x приближаю к 0, если у меня x где-то вот здесь, вблизи 0, то значение единицы на x может быть очень большим. Нельзя выбрать такую вот константу так, чтобы эта функция была бы ограничена этой константой сверху и снизу в окрестности 0. А ни в какой окрестности 0. Да, можно такую функцию рассмотреть. Она тоже не будет ограничена. Значит, можно рассмотреть, давайте, это был первый пример. И второй пример очень похожий. Можно придумать такую функцию. f от x равняется единице на x, где x не 0. И, допустим, 0 при x равен 0 тоже не является ограниченной. Тут тоже можно сказать, что она просто не является ограниченной ни в какой окрестности. Тут же не обязательно требовать проколотость. Предела нет. Никто не обещал. Никто не обещал предела. Я не говорил, что я приведу контрпример к только что доказанному утверждению. Да. 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 Нет, смотрите, у меня, значит, вот какой бы я коридор заранее вот здесь вот не выбрал бы. Да, допустим, хочу, чтобы, допустим, выбрал вот такой коридор. Но я все равно могу рассмотреть, я все равно могу x настолько сильно приблизить к нулю, чтобы у меня значение моей функции выскочило за этот коридор. Вот, единица на x не является ограниченной. Как все верят в то, что не является ограниченной? Вот. Хорошо. Но на самом деле вот эти вот функции, типа единица на x, они не просто не являются ограниченной в окрестности точки 0. Про них можно сказать больше. Когда мы обсуждали последовательности, у нас было понятие бесконечных пределов. Предел равный бесконечности. И для функции тоже такое существует. И, собственно говоря, функция типа единицы на x – это как раз такой канонический пример функции, которая бы стремилась к бесконечности, когда x стремится к нулю. Давайте я дам соответствующее определение. Значит, опять, пусть у меня функция f определена в некоторой проколотой окрестности точки x0. Тогда про нее можно сказать, что ее предел при x стремящемся к x0 равен бесконечности. Это будет означать следующее. Это будет означать, что… Ну что, как обычно. Значит, если предел равен бесконечности, то что это означает? Да, но у нас тут нет номеров, у нас тут есть значения. То есть, во-первых, что мы хотим сказать? Мы хотим сказать что-то про значения функции. И мы хотим сказать, что они будут становиться очень большими. Хорошо. Для любого c найдется такая дельта, зависящая от c положительная, что для любого x из выколота дельта окрестности точки x0 что нужно потребовать? Нужно потребовать, чтобы модуль f от x был больше, чем c. Давайте я нарисую картинку на эту тему. Опять же, вот у нас есть какая-то точка x0. Что хочется сказать? Хочется сказать, что у меня функция должна вести себя как-нибудь вот так. Например, как-нибудь вот так. Ну и давайте с другой стороны тоже куда-нибудь направлю, допустим, тоже сюда. Ну или давайте в другую сторону направлю, чтобы было веселее. Значит, что я утверждаю? Я утверждаю, что я могу выбрать сейчас любое c. Допустим, выбрал вот такое вот c. И для этого c я могу найти такую окрестность точки x0, проколотую. Такую окрестность вот здесь, по горизонтали. Что все точки из этой окрестности под действием моей функции будут переходить к точке, которая выше или ниже либо c, либо минус c. То есть, если я близок к x0, то модуль функции больше, чем c. Для любого c найдется x, который будет больше, чем это c. Найдется x, для которого f от x будет больше, чем c. Вы так хотите. Значит, смотрите, это не то, что мы хотим, потому что то, что вы сказали, это просто отрицание к утверждению про ограниченность. Но действительно, давайте я приведу пример функции, которая не является ограниченной. Вот то, что вы сказали, это в точности отрицание к утверждению про ограниченность. Да, утверждение про ограниченность говорит, что найдется такое c, что для всех x f от x будет меньше, чем c. модуль f от x. А вы сказали наоборот. Для всякого c найдется такой x, что модуль f от x будет больше, чем c. На самом деле, между этими двумя понятиями есть зазор. То есть бывают функции, которые не являются ограниченными в окрестности точки, но и при этом не стремятся к бесконечности. Это похоже на то, что было с последовательностями. У нас бывают неограниченные последовательности, которые, тем не менее, не стремятся к бесконечности. Помните пример какой-нибудь такой последовательности? Минус 1 в степени n ограниченная, а я спрашиваю про неограниченные и при этом не стремящиеся к бесконечности. Косинус. Да, этого для функции как раз для функции сейчас не так. А, нет, так. Нет, не так. А с косинусом там все нормально будет, там нужно похитрее сделать. Да, значит, совершенно верно. У нас были примеры последовательности, которые не являются ограниченными, при этом не стремятся к бесконечности. Это, например, последовательность, которая по четным, допустим, идет n, а по нечетным 0. Да, вот такая вот последовательность, которая как-нибудь вот так себя ведет. Она не является ограниченной, не стремится к бесконечности. И с функциями можно сделать похожую штуку, а именно можно сделать… Ну, давайте какой-нибудь… Какой вам пример привести? Более странный или… Ну, хорошо. Давайте тогда с функцией Дирехле пример. Значит, утверждение такое. Не всякая функция, не являющаяся ограниченной ни на какой окрестности. Точке x0 стремится к бесконечности. Ну, действительно. Пример такой. Давайте рассмотрим функцию Дирехле. поделим ее на x. Где d от x – это есть единица, если x рациональная, и 0, если x иррациональная. Ограничена ли эта функция в окрестностях нуля, в проколотой окрестностях нуля? Почему? Значит, не является ограниченной ни в какой окрестности. ни в какой проколотой окрестности, потому что можно брать маленькие рациональные числа, поставлять их в качестве x, и тогда у вас будет в числителе единица, а в знаменателе что-то дико маленькое. Ну, например, можно взять x, равный какой-нибудь единице на n, тогда f от x чему будет равняться? Вот чему равняется? Вот если x… Вот давайте я возьму конкретную точку, x равная 1n. Чему равняется f от x? f от x равняется n. То есть я могу выбирать x очень близкие к нулю, увеличивая n, и получать очень большое значение моей функции. Но при этом она не стремится к бесконечности. А почему она не стремится к бесконечности? Да. Значит, в любой окрестности нуля есть иррациональные числа, и значение f в любом рациональном числе в рациональном чему равняется? Нулю. Ну, в смысле, какой ноль? Вот этот ноль мешает. Вот этот же ноль – это же и у-вое значение нуля. Это не то x-овое значение нуля, которое мы выбрасываем, а это у-вое значение нуля. Но смотрите, мы обещали, вот если бы мы сказали, что функция стремится к бесконечности, то это означало бы, что у нас в окрестности, что мы можем, выбирая подходящую маленькую окрестность, заставить модуль f от x быть больше, чем любое число. Но если у нас в любой окрестности есть точки, значение функции, в которых равно нулю, то модуль нуля не больше никакой положительной константы. Правильно. Ну вот у вас в числителе будет единица, потому что x… Вот в этом вот примере. У вас в числителе будет единица, потому что функция Дерихля равна единице, а в знаменателе будет единица на n. Значит, вы единицу делите на единицу на n. Ну, я просто… На самом деле, мне нужно просто какое-нибудь… рациональное число с большим знаменателем, которое было бы близко к нулю. То есть я говорю, что в любой окрестности нуля найдется точка вот такого вида. А поскольку там последовательность единицы на n просто стремится к нулю. Поскольку она найдется, то в этой точке… Это как раз и означает, что из вот этого рассуждения я показываю, что f не ограничено в окрестности нуля, потому что я могу выбрать точку для любой… Ну, формально я должен был бы что написать? Я должен был бы написать отрицание к ограниченности. А отрицание к ограниченности выглядит так. Для всякой окрестности найти такую точку в этой окрестности, что значение… Ну, то есть я говорю, что я могу в любой окрестности выбрать точку, у которой значение функции будет больше, чем любая наперед заданная константа. Вот таким образом я демонстрирую, что такие точки существуют. Ну, то есть если бы я рисовал бы график вот этой вот странной функции, функции директля разделить на x, то он бы выглядел как-то вот так вот. Значит, он бы по рациональным числам вел бы себя как гипербола, а по всем иррациональным числам был бы нулем. Вот как-то так бы он выглядел. И из-за того, что в любой окрестности нуля есть и такие, и такие точки, мы получаем, что наша функция ведет себя вот так. И не стремится к бесконечности, при этом не является ограниченной. Неограниченно оно, потому что в любой окрестности нуля есть точки вида, допустим, единицы, деленные на n. Ну, то есть неограниченно оно, потому что есть вот этот кусочек, который лежит на самом деле на нашей гиперболе. Вот этот вот кусочек, он образуется из всех иррациональных чисел. Значит, чем ближе… Наоборот, из всех рациональных чисел, из всех рациональных x. Но понятно, что чем ближе мы к нулю… Да, как там устроено? Значит, вот у нас, если число близкое к нулю, то единица на него, оно большое. Ну, вот мы и получаем, что у нас здесь возникает куча точек, у которых большая Y-компонента. Компонента. Вот. Хорошо. Значит, это был предел равной бесконечности. Но понятно, что бывает еще… Это предел просто бесконечность без знака. Как обычно, бывает плюс бесконечность, бывает минус бесконечность. Ну, давайте я напишу определение. Ладно, давайте я перелистаю ниже. Значит, вот такой предел равен плюс бесконечности. Это означает, что для всякого C найдется такая дельта, зависящая от C больше нуля, что для всех X в проколотой дельта окрестности точки X0. F от X будет больше C. Соответственно, предел равен минус бесконечности. Это то же самое, только F от X меньше C. Это тоже знакомые нам штуки. Можете привести пример какой-нибудь функции, которая стремится к плюс бесконечности? Да, нормальный пример. Значит, F от X равняется единице разделить на модуль X. Вот такая вот штука. Ну, оно с одной стороны, да, похоже. С другой стороны, есть некая своя специфика. Значит, предел при X, стремящемся к нулю, F от X равняется плюс бесконечности. А как сделать минус бесконечности? Минус добавить, да. Если я возьму минус единицы, деленное на модуль X, то будет минус бесконечности. Вот. Хорошо. Значит, смотрите. Вот в такой ситуации, когда у функции, при X, стремящемся к X0, есть предел равный какой-нибудь бесконечности, видно, что график приближается к вертикальной прямой. В этом случае эта вертикальная прямая называется вертикальной асимптотой нашего графика. Значит, если предел равен какой-нибудь из бесконечностей, значит, такой бесконечности, такой бесконечности, такой бесконечности. Прямая X равняется X0, вертикальная прямая, называется вертикальной асимптотой. Если вы хотите спросить меня, как правильно говорить асимптот или асимптот, то я не знаю. Я говорю... Я говорю... Вот. Хорошо. Давайте поговорим еще про какие-нибудь пределы. Значит, вот это ситуация, когда у нас X стремится к конечной точке была, а F от X стремится к бесконечности. Но это не единственная возможная история про бесконечности, когда мы говорим про функции. Потому что у нас не только значение функции может стремиться к бесконечности, но и сам X может стремиться к бесконечности. Давайте обсудим, как эти штуки выглядят. Значит, пределы на бесконечности. Мне сейчас понадобится такая штука. Пусть существует какая-то константа M, такая, что для всех X, например. Давайте пока что вот так сделаем. F от X определено. Хорошо, я могу это покороче записать. Когда я говорил про обычные пределы, мне нужно было, чтобы функция была определена в проколотой окрестности соответствующей точки. Сейчас я говорю про предел при X стремящемся к бесконечности, или к плюс бесконечности, или к минус бесконечности. И это означает, что функция должна быть определена в соответствующей окрестности бесконечности. То есть, либо для достаточно больших X, либо для достаточно, наоборот, отрицательных X, либо еще что-нибудь в этом роде. Давайте пока просто так напишем. Давайте так сделаем. Значит, я требую, чтобы F от X было определено. Тогда можно сказать следующее. Предел при X стремящемся к плюс бесконечности F от X равняется какому-нибудь конкретному числу A. Что это означает? Давайте придумаем. То есть, раньше мы говорили, что если X достаточно близок к X0, тогда F от X достаточно близок к A. Так, только с квантерами нужно разобраться. Значит, это на самом деле, вот то, что я сейчас хочу написать, это ужасно похоже на предел последовательности. Нет, ну, теоретически вы можете свести понятие предела на бесконечности к понятию предела в точке, если вы сделаете, типа, единицы, сделаете замену координат, типа Z равняется единице разделить на X минус X0. Но я не буду так как это вводить. Ну, давайте C. Да, совершенно верно. Да, буквально то же самое, что было, когда мы обсуждали последовательность. Единственное, теперь у нас и C, и X, они просто какие-то вещественные числа. Никаких условий, типа, натуральность на них не накладывается, потому что, ну, раньше у нас была последовательность, у последовательности, как бы, номера элементов, они могли быть только натуральными. Поэтому мы накладывали соответствующие условия. А сейчас у нас функция определена в какой-то, там, для достаточно больших X, ну, значит, можно выбирать их как угодно. Нет ограничения. Да? Ну, да, иначе, ну, как бы, здесь скажем, что оно существует, а дальше какое-то условие про F от X. Если бы я выбрал C меньше, чем вот это M большой, и в какой-то точке функция, казалось бы, не определена, то просто было бы не очень понятно, как это условие проверять. Поэтому, как бы, если C существует, оно автоматически будет в той области, в которой с функцией все хорошо. Ну, в обычном определении предела тоже требует определенности в проколотой окрестности. Дальше про проколотой окрестности ничего не говорят. По той же причине. Вот. Ну, хорошо, давайте приведем к примеру. Приведите мне пример функции, которая имеет предел при X, стремящемся к плюс бесконечности. Да, эта функция нам сегодня уже послужила, значит, но послужит еще. Чему равняется этот предел? Нулю. Да, отличный пример. Функция, которая называется 1. Куда стремиться? К единице. Давайте я тоже нарисую картинок. Значит, вот у нас функция единицы, деленная на X. И что я утверждаю? Я утверждаю, что для всякой окрестности нуля найдется такой момент, что, начиная с этого момента, у меня значение функции лежит вот в этом коридорчике. Смотрите. Значит, я говорю, что предел при X, стремящемся к плюс бесконечности, функция единицы на X равен нулю. Что это означает? Это означает, что для всякого коридорчика вокруг нуля найдется такой момент C, то есть найдется такое значение по X, вот это вот у меня C, такое, что если X больше, чем это C, то значение функции единицы на X будет меньше, чем эпсилон. Но, собственно говоря, тут даже очень легко, вот этот первый факт очень легко доказать. Давайте я его докажу. Скажите мне, как выбирать C по эпсилону? 1 делить на эпсилон, да. И все, этого достаточно. Тут уже не нужно ничего округлять. И так все заработает. Значит, если C равняется единице, деленное на эпсилон, если X больше, чем C, тогда единица на X меньше, чем... Интересно, что там слетел? О, телеграмм решил слететь. Значит, единица на X будет меньше, чем единица на C, которая равняется эпсилон. Ну, а с другой стороны он больше нуля. Но я говорю, что это в некотором смысле естественное условие. Если нашлось такое C, для которого вот это неравенство выполняется, то, по крайней мере, оно должно иметь смысл. А чтобы оно имело смысл, нам нужно, чтобы f от X было бы определено. Ну, хорошо, давайте вот для второго примера тоже найдем C. C любое, правда. Потому что... Ну, давайте возьмем конкретное, например, 0. 8, давайте возьмем 8. Да, если X больше 8, тогда абсолютно точно расстояние от единицы до единицы по модулю меньше, чем эпсилон. Для всех эпсилонов больше нуля это верно. Поэтому константы имеют пределы самих себя. Вот. Смотрите, значит, поскольку у нас возникает вот этот вот предел на бесконечности, то у нас, естественно, образом возникает новая геометрическая штука, а именно горизонтальная асимптота. Значит, перед этим мы обсуждали, что бывают вертикальные асимптоты, такие вертикальные прямые, к которым график функции приближается, неограниченно. А тут у нас возникают горизонтальные асимптоты. Тоже такие прямые, к которым график функции неограниченно приближается, только теперь это горизонтальные прямые. Да, давайте я, прежде чем говорить про асимптоты, давайте я скажу, что еще бывают пределы при х, стремящемся к минус бесконечности f от x и предел при х, стремящемся просто к бесконечности f от x. Упражнение придумать определение самостоятельно. Соответственно, если у функции существует какой-нибудь из пределов, либо к плюс бесконечности, либо к минус бесконечности, либо просто к бесконечности, существует то прямая... Давайте я как-нибудь обозначу, пусть она называется a. То горизонтальная прямая y равняется a, называется горизонтальная асимптоты. Ну, просто для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Понятно, что любая прямая виды y равняется a горизонтально. Да, да, похоже на то. Оно может ей и быть, да. Ну, вот смотрите, давайте задам такой вопрос. Давайте рассмотрим график. Давайте рассмотрим такую функцию. f от x равняется sin x, разделенный на x. Нет, x будет сейчас стремиться к бесконечности. К нулю – это тоже интересный вопрос, но не сейчас. Значит, это какая-то вот такая вот картинка. Значит, меня сейчас интересует, что происходит при x, стремящемся, допустим, просто к бесконечности. Да, то есть, когда модуль x становится большим. Так, к чему стремиться? К нулю, да. Так как sin x, деленный на x по модулю, не превосходит единицы, деленные на x по модулю. И понятно, что если модуль x становится большим, условие, что x стремится просто к бесконечности, означает, что модуль x становится очень большим. Если модуль x становится большим, то единица на модуль x становится маленькой. Вот. Вопрос. Есть ли у этой штуки горизонтальная асимптота? Ну, она нигде не касается горизонтальной асимптоты. Она пересекает прямую, вот такую, y равняется нулю. Подходит под определение. Никакой проблемы здесь нет, кроме того, что иногда как-то очень хочется сказать, что асимптот – это такая прямая, к которой функция стремится, но не достигает. Вот эта добавка «но не достигает» – это некий миф. Нет такой добавки. Правда, что вертикальные асимптоты таким свойством обладают. Вертикальные асимптоты – наша функция, она стремится к ней, но пересечь она ее… В принципе, можно определить значение предельной точки, так чтобы одна точка пересечения была бы. Для горизонтальных асимптот никакого ограничения такого типа нет. Нет никакой проблемы в том, что у нас функция пересекает нашу асимптоту сколько хотите раз. Пересекает – это ладно. Главное, чтобы стремилось. Вот такая горизонтальная асимптота. Вертикальных асимптот может быть сколько угодно, горизонтальных асимптот может быть максимум две. Потому что у вас либо в плюс бесконечности… У вас может быть такое, что в плюс бесконечности и в минус бесконечности разные пределы. Давайте я еще каких-нибудь примеров приведу с горизонтальными асимптотами. Ну вот смотрите, про вертикальные асимптоты. Вертикальных асимптот может быть несколько в том смысле, что у нас функция может устремляться к бесконечности в одной точке, и в другой точке, и в третьей точке. Например, есть такая функция тангенс. У нее вообще бесконечно много вертикальных асимптот. А горизонтальных асимптот бывает не очень много, но две, по крайней мере, может быть. Давайте, чтобы это показать, давайте я вам еще пару примеров покажу. Вот смотрите, есть такая функция f от x равняется e в степени x. Как вы думаете, что можно сказать про ее асимптоты? Про горизонтальные. Да, график экспонента выглядит примерно так. И понятно, что если выше, чем что. Значит, верно следующее, что при x, стремящемся к минусу бесконечности, e в степени x стремится куда? К нулю. При x, стремящемся к минусу бесконечности, то есть когда x становится ужасно отрицательным, где-то здесь живет, экспонента становится близка к нулю. А при x, стремящемся к плюсу бесконечности… Куда эта штука стремится? К плюсу бесконечности, да. Ну, собственно говоря, почему это так? Ну, потому что, смотрите, можно рассмотреть… Ну, вот что означает, что x стремится к минусу бесконечности? Это означает, что он становится дико отрицательным. Да, можно сказать, можно было бы сказать так, что вот предел при x, стремящемся к минусу бесконечности от e в степени x, это все равно, что предел… Давайте какую-нибудь другую букву напишу. При t, стремящемся к плюсу бесконечности от e в степени минус t. Да, просто такую замену сделал. Значит, а e в степени минус t – это все равно, что единица на e в степени t. Поэтому дальше, если мы знаем, что e в степени… Вот если вот такой вот предел равен плюс бесконечности, то дальше вы единицу делите на что-то, что стремится к плюсу бесконечности, и получается что-то дико маленькое. Это t. Давайте я попонятнее напишу. Вот, поэтому у экспоненты, у нее есть одна горизонтальная асимптота, и она связана именно с пределом в минус бесконечности. Но зато можно рассмотреть такой более хитрый пример. Кстати, я немножко забежал вперед. Я вот, смотрите, вот такую вот штуку сформулировал, а я не давал определения, что это значит. Значит, x стремится к плюс бесконечности, и функция стремится тоже к плюс бесконечности. Ну, давайте я дам это определение. Значит, предел при x стремящемся к плюс бесконечности. f от x равняется к плюс бесконечности. Ну-ка, давайте вы сами придумаете. Давайте не n, давайте m. Для любого c существует такое m, что для любого x большего m, f от x больше, чем c. То есть, если x достаточно большой, то f от x тоже достаточно большой. Или, иными словами, если чуть более точно говорить, то f от x можно сделать больше, чем любая заданная константа, выбирая x больше, чем какая-то величина. Значит, m у нас здесь зависит от c. Без разницы, да. Без разницы, какое. Можно выбирать натуральное. Тем, что, значит, это определение отличается от отрицания ограниченности тем, что здесь утверждается, что вот это неравенство выполняется не для каких-то x, которые существуют, а для всех достаточно больших x. Вот. Давайте еще один пример посмотрим. Вот такая штука. А вот давайте попробуем куда-нибудь его устремить. Но давайте, допустим, x стремится к минус бесконечности. Значит, если x стремится к минус бесконечности, куда эта штука стремится? К нулю, потому что e в степени минус x. Значит, x стремится к минус бесконечности, то есть становится дико отрицательным. Значит, e в степени что-то... Значит, минус x становится, наоборот, дико положительным, дико большим. Экспонент от этой дико большой штуки становится дико большой. Значит, вот эта штука стремится к плюс бесконечности, единица, деленная на нее, стремится к нулю. хорошо а если я теперь наоборот устремляю x до бесконечности что будет плюс бесконечности плюс бесконечности я там добавил плюсик когда вы когда вы спросили я быстренько исправился к единице стремится видно что значит если экспонента стремится если их стремится к плюс бесконечности е в степени минус x будет стремиться к нулю значит получается что вся дробь будет стремиться к единице разделить на единицу плюс 0 по арифметике пределов это 0 простите это единица значит на самом деле запоставить график то он будет выглядеть вот так да если x равняется нулю эта штука проходит через одну вторую график устроен вот таким вот образом значит я обещал привести пример функции с двумя разными горизонтальными ассинтонами вот она есть можно было бар тангенс да но я боюсь трагиноматических функций вот эта штука по крайней мере понятная а а это на самом деле важная функция она называется сигмоидой и когда-нибудь вы будете изучать логистическую регрессию и там эта функция вам встретиться а логистическую ну как не скоро через через два года будет но это статистика эконометрика все такое вот хорошо смотрите значит еще одну штуку я хотел рассказать связанную как раз с бесконечными пределами на бесконечности бывают помимо горизонтальных и вертикальных асимптот еще какие должны быть наклонные асимптоты да потому что не всякая прямая горизонтальная или вертикальная бывает еще наклонной прямой если график функции приближается к какой-то наклонной прямой да то есть вот у нас есть какая-то прямая и вот есть какой-то график допустим вот как-нибудь вот так на себя ведет ну во первых что можно сразу сказать про вашу функцию она куда стремится при стремящемся допустим это плюс бесконечности бесконечности да но не всякая функция стремящаяся к бесконечности имеет наклонная асимптота значит давайте дам определение значит наклонная прямая y равняется к x плюс b называется наклонная асимптот и функция f если предел при x стремящимся плюс бесконечности здесь может быть также минус бесконечность вот чего я хочу сказать я хочу сказать что один график приближается к другому графику как сказать да ну вот на самом деле вот такая вот штука должна быть значит если я беру f от x и вычисляю вот такую вот разницу между значением f от x и значением той функции которая задает мою прямую на то вот эта штука должна стремиться к нулю либо при ик стремящемся плюс бесконечности либо ик стремящемся минус бесконечности но какая разница стремится к нулю то это то же самое что сказать что нам по модулю стремится к это одно и то же да даже здесь давайте скобочки поставлю что было понятно допустим если у вас f от x равняется скажем единица на x плюс x на вот такая вот штука какое какая у нее накладная сим тут есть или кровной x да но потому что на самом деле как штука выглядит это такая гипербола плюс и и ирик равняется x то есть такая как бы гипербола но вписанная не не в обычную ось а вот такая вот штука это вот игрек равняется f от x вот у нее есть накладная симптом то и вертикальная симптом то есть да есть накладная симптом то игрек равняется x или еще один пример это x квадрат что можно сказать про симптом то у функции x квадрат они про производные спрашиваю про симптом то нет а симптом то вообще никаких значит нет никакой такой нет никакой такой прямой чтобы x квадрат не приближалась потому что x квадрат растет быстрее чем любая линейная функция помните мы обсуждали это а и поэтому никакой никакой линейной функции она на бесконечности не приближается как доказать что нет асимптом во первых у нее нет никаких вертикальных асимптом потому что она во всех точках не стремится к бесконечности у нее в любой точке конечный предел она там равна просто значению функция в этой точке чтобы доказать что нет ни горизонтальных и наклонных а кстати горизонтальная симптом на самом деле частный случай наклонный значит можно в игрек равняется к x плюс b положить к равное нулю получится горизонталь вот но если я теперь посмотрю на какую-нибудь вот такую вот штуку то конечно предел x квадрата равен бесконечности но если я попробую вычесть любую к x плюс b да то но давайте давайте посмотрим почему эта штука будет стремиться чему кстати штуку будет стремиться плюс бесконечности да но на самом деле можно например как-то увидеть давайте я просто x вынесу за скобку у меня остается здесь x минус к минус b деленное на x да и дальше видно что у меня здесь два сомножителя этот сомножитель стремится к плюс бесконечности и и второй сомножитель тоже стремится к плюс бесконечности никуда не денется да да ну вот у вас но вот у вас недаром вот у вас у вас недаром в домашке есть в домашке есть куча задачек там есть задачка не помню какая по номеру где вам нужно исследовать разное взаимодействие разных бесконечности третье вот и соответственно если вы это когда вы эту домашку сделаете у вас во первых будет интуиция на тему того какие бесконечности как себя ведут а во вторых вы научитесь доказывать всякие разные такие утверждения что здесь надо бы доказать такое утверждение что если что если у вас есть произведение двух функций каждый из которых стремится к плюс бесконечности то произведение тоже стремится к бесконечности значит хорошее упражнение доказать на сказать что как видите у нас уже сейчас возникла какая какой-то абсолютно огромный зоопарк разных разных пределов есть пределы последовательности есть пределы функции пределы в конечных точках пределы односторонний в конечных точках предела на бесконечностях на плюс бесконечности минус бесконечности да за часами пределы могут быть конечными могут быть бесконечными. В общем, очень много всего есть. Почему я на этом делаю такой акцент? Я призываю вас сразу расстаться с иллюзией, что можно запомнить какой-то набор правил и дальше его применять. Из-за того, что у нас возникает огромное количество понятий, если вы не понимаете принципы, по которым можно доказывать всякие утверждения, если у вас нет интуиции и нет навыка превращения этой интуиции в формальное рассуждение, вы просто правил, которые нужно бы запомнить, их слишком много. И тут гораздо проще просто понять основные принципы, к чему я вас и призываю. Поэтому если бы я попытался доказать все утверждения, утверждения по работе с бесконечностями, которые нужны, мне нужно было бы выделять 4 лекции и просто доказывать, что плюс бесконечность умножить на ноль – это неопределенность, плюс бесконечность умножить на плюс бесконечность – это плюс бесконечность и так далее. Дело гиблое. Лучше просто приобрести соответствующую интуицию. Понятно, что доказывали. Доказывали подобные штуки с последовательностью. С функциями очень похожи. Но она не обязательно монотонная. Учить тоже что-то надо. Хорошо. Ну что, все тогда на сегодня. Так, спасибо.